Приветствую вас и думаю, сообщение ваше, поскольку барынь не знаком вам и он извиняется перед вами, сообщение ваше лучше всего наполните нотками вежливыми, позитивными, с принятием извинений и с вопросом, если ответ на него отсутствует, а за что, собственно говоря, он извиняется, потому что вы пишете, что он просто прислал вам сообщение с извинением, но я думаю вам интересно было бы узнать, а за что, собственно говоря, мужчина перед вами извиняется и что он считает виновным в своих действиях. Думаю, это будет справедливо, это будет правильно, это будет вежливо и если он хочет таким образом с вами вновь начать общение, то вы таким образом дадите ему шанс. Если вы не хотите общаться вообще ни при каких условиях, то тогда ваше сообщение можно построить, как просто сказать да, хорошо или не отвечать ничего. То есть давайте постараемся исходить из ваших желания относительно свободно и сделать так, чтобы именно они, ваше желание, определили ответ. Если хотите с ним общаться, соответственно, ответ будет один, если не хотите, то ответ будет другой. Я думаю, что это будет, это наиболее правильный, наиболее верный и оптимальный вариант. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен.